Гроссмейстер Дмитрий Ковпак Как насчет партии в шахматы? Я поддерживаю Поскольку будем говорить о Китае, то партия должна быть по-крупному По-крупному? Оптовая, да Хорошо Задача организовать бизнес по поставкам с Китая и реализации в Украине шахматы, условно Шахматы Все начнем Я бы сначала начал играть в ММ ММ это мысли в мозгу, ты их гоняешь Кто может покупать? Есть люди, которые хотят самое дешевое Есть потребитель, который хочет купить среднее качество Или среднее какую-то комбинацию по цене Лучшая цена, качество И есть люди, которые хотят самое дорогое Например, если мы возьмем шахматы, то это шахматы из кости Например Цель какая у нас? У нас привезти товары или заработать деньги? Заработать Заработать деньги Я бы начал изучать вообще сколько шахматистов, сколько кружков И скорее всего быстро бы понял, что они покупают самые дешевые шахматы или пользуются дедовскими Я бы сделал опрос, опросил бы 100 людей близкого и дальнего круга Вообще Они покупали шахматы, дарили кому-то шахматы Второе, я бы посмотрел, ищут ли в интернете шахматы Сколько этих людей Есть простые сервисы Потому что через интернет я могу быстро достучаться к тому, кто хочет купить Достучаться до потребителя через розничные магазины, через сетевые магазины Мне кажется, сильно долгий путь Ну, нужно выкладка, нужно загрузить ассортиментом большое количество точек Я бы ждал возврата инвестиций, ну, наверное, года три, может быть, два в этом формате товара Поэтому я бы взял и попробовал в разрезе 100 штук Я бы попробовал продать 100 наборов Заказать контейнер шахмат, это было бы крайне опрометчивое решение Ну, как мне кажется Почему? Потому что найти столько фанатов шахмат в нашей стране При наличии онлайн-игр, при наличии там баров, ресторанов Всего остального прочего сегмента развлечений Наверное, шахматы не самый прибыльный бизнес был Но в этом формате давай разберем Окей, если мы возьмем элитку Возьмем элитку, рассмотрим варианты шахматы из колоновой кости Шахматы из оникса, ну, из камня Шахматы из дерева, то есть полностью деревянное изделие И, может быть, шахматы с драгоценными металлами С какими меньше всего у нас было бы проблем в поставке, например Те, которые меньше всего подвержены риску повреждения, да Вот И нам надо было бы разобраться в логистике, как везти, как упаковать Я бы все равно отказался от того, чтобы везти контейнер Хотя были прецеденты Вот ребята возили дешевые шахматы и шашки, знаешь, с рюмками Ну, там Я был причастен частично к похожим товарам Почему? Потому что люди покупались на вау товары На что-то эмоциональное, что можно подарить Следующий этап – это выбор поставщика, правильно я понимаю? Нет, до поставщика я бы сначала занимался аналитикой внутри страны Я бы пытался оценить вообще реальные свои возможности Прежде чем купить что-то, нужно понять продаж ли это Да, я бы всегда начинал с того, чтобы понимал, смогу ли я этот товар продать дальше Ну, там, мой опыт меня этому научил Я очень часто покупал товары, в которые верил сам Какие сейчас самые используемые каналы продаж? Вот те люди, которые занимаются поставками из Китая Что у них? Интернет-магазин или свои точки? Ну, давай разделим Есть те, кто продают товары в интернете Те, кто делают бизнес в интернете Сегодня используют там каналы работы с горячим покупателем Который хочет купить сегодня, например, купить джинсы сегодня Хочу, да? И потом люди сравнивают предложения по цене и так далее Дальше те, кто продолжают ходить в торговые центры Сегодня в большей степени продажи формируют выходной день Ну, в будни торговые центры пустые Продажи выходного дня ведут там деньги в какие-то крупные популярные точки Дальше оптовые продажи, когда уже есть там на рынке Там точки физических продаж в разных городах И ты можешь, например, воспринимать своего клиента Как крупного оптовика, который может потом дальше это распространить По своим уже налаженным контактам Ну, давай вернемся к шахматам Да, шахматам Когда мы занимаемся шахматами, а как мы продаем их? Итак, мы оценили, что есть те, кто хотят самое дешевое купить Самое дешевое для нас – это сколько? Мы должны понять, сколько вообще человек готов заплатить за самое дешевое Потом, сколько человек готов заплатить за среднее по цене С элиткой сложно Непонятно, как ее продавать до конца, как достучаться к клиенту Я бы попробовал потренировать свой опыт в продажах с самого дешевого и среднего Так показывает практика, что люди покупают самое дешевое Посмотреть, какие магазины открываются Открываются там дисконты с китайской обувью, дисконты с китайской одеждой Людям говорят, что это сток из Италии или Германии И мы хотим, чтобы нас немножко обманывали Нам приятно Нам приятно покупать Кельвин Клайн Но неприятно смотреть на бирку, что там made in China Какой канал продажи ты предпочел бы? Я бы взял продажи через интернет Я бы разместился на всех открытых источниках Таких как доски, каталоги Там популярна площадка Promoa Свой сайт нужен? Я бы разместился в первую очередь на всех форумах, связанных с шахматами То есть я бы выделил все целевые сегменты аудитории, которые связаны с этим товаром Как я говорю, что я бы попробовал сначала продать И тут я могу Не имея в наличии Я могу попробовать продать не имея в наличии Но понимая, что некий товар существует, например Я могу взять картинки Второй вариант Я бы купил 100 единиц, 100 наборов И они, находясь в моем владении Меня бы мотивировали быстрее что-то делать Они уже к тебе приехали? Например, да Я бы их получил через какое-то время Или экспресс Доставкой Или Может быть Более длительной доставкой Но Более дешевый И товар в наличии Меня бы мотивировал Ну то есть быстрее их продавать Тогда перед этим все-таки Этап выбора поставщика Как и где? Первый этап Я бы не рассматривал Выбрать человека Или компании Или поставщика С которым бы я осознанно работал дальше наверняка Первый этап заключается в том Чтобы выбрать Ну Первый примерно подходящий тебе вариант То есть не искать самую дешевую цену Не искать самые дешевые условия Это лишняя трата времени На которых многие Прокалываются Обжигаются Покупаются На этапе торговли Да Там на самую низкую цену Пытаются продавить китайца А психология с той стороны Абсолютно иная То есть когда мы хотим получить Самую низкую цену Мы думаем, что мы сохраним то же качество Но Не всегда Или совсем нет Но китайцы мыслить иначе Китайцы говорят А, ты хочешь самую дешевую цену? Окей, ну я тебе сделаю там Будет у тебя не дерево Будет у тебя папье-маше Итак, ты решил заказать 100 единиц товара Ты найдешь поставщика на Alibaba Скорее всего, да? Будешь ли сразу с ним торговаться Или что для тебя будет важно? Я выберу Я выберу нескольких поставщиков Одного с самым дешевым товаром С самым дешевым предложением В приемлемом качестве Визуально, да С коробкой Для того, чтобы Получить в наличии Товар, на котором я могу Очень сильно играть с наценкой То есть я могу Делать и тысячу процентов И триста процентов Или продать по себе стоимость То есть для меня крайне это Ну, ничего страшного Закуплю 100 штук Если что, продам по себе стоимости Второго я выберу Средний ценовой диапазон И возьму У него может быть штук 50 Да, я построю диалог таким образом Что буду отправлять им серию Касаний Примерно в три касания Первое касание Я скажу, что планирую Закупить у них там 10 тысяч наборов И мне нужно сейчас Раскинуть по своей торговой сети И мне для этого нужно 100 образцов Для того, чтобы получить Какие-то входные данные Понять, нравится, не нравится Какие модели, качества Плюс сказать, что я Работаю с другим поставщиком С более высокой ценой И я буду выбирать Второе касание Я постараюсь объяснить Что хочу получить дисконт Изначально И я хочу заработать Даже на этих 100 образцах То есть да Я готов закупить у тебя Тысячу в следующий раз То есть ты будешь купить 100 Но по цене крупного опта Я хочу купить 100 Не по цене 10 тысяч Но по цене Возможно тысячи единиц То есть я хочу получить Какой-то дисконт Я предложу китайцу Сработать со мной Может быть Или в ноль Или в какую-то Маленькую ценность Да Продать товар со склада Люди Очень часто Уделяют внимание не тому Они пытаются Поехать в Китай Например С целью самому найти Самую дешевую фабрику Но они не могут этого сделать Потому что их Водят не туда Чаще всего Ну как Ну человек приедет Ну первое К кому обращаются там К компаниям Которые там работают К кому К самым ярким Самым видным Да Говорят Отведите меня пожалуйста Там на фабрику Которые шахматы делают Говорят Окей Вот у нас есть Несколько фабрик С которыми мы уже работаем Да Они здесь близко Это значит что 100 долларов Можно потратить Но то чтобы доехать Посмотреть Особо не торгуясь Договориться Но ты будешь Очень сильно удивлен Когда там Через время Узнаешь что этот же товар Ты можешь покупать На 20 долларов дешевле Там на 40 И когда ты понимаешь Что ты уже продал там Тысячу единиц Десять тысяч единиц Ты просто Ну Понимаешь Что там Бентли проехала мимо тебя Оно просто ехало И проехало Да Вот почему Потому что Люди пытаются наскоком Ну Наскоком заработают денег Наскоком Завезу сразу большой объем Точно продам Я обжигался У меня стояли контейнеры По три года Потому что я верил в товар Я говорил Ой колоколь Как мне нравится У меня была поставка там Чашки сложной формы С деревянными ручками Ручки снимались Чтобы мыть чашку Ручки из бамбука Но из-за конструкции ручки Как она входила в чашку Эти ручки ломались Соответственно Были обращения на возврат Соответственно Чашка сложной формы Ее безумно сложно мыть Но она мне безумно нравилась Она была красивая В подарочном наборе Я первый человек Который поверил мне Да Я не делал тесты Я не делал малой кровью Попытки То есть Привезти и показать товар на рынке Да Я не стал суперспециалистом В этом В этой модели Да Я был специалистом В широком профиле И И это самая большая ошибка Вернемся к нашей партии Так мы заказываем Пробную партию Лучше от нескольких поставщиков Да Сколько мы ждем Чего мы ждем Что мы во время этого делаем Мы можем выбирать Партия 100 штук Обычно Это По законодательству Является коммерческим назначением По факту Все что выше 5 единиц Повторения Является Коммерческим назначением Не знаю можно это говорить нельзя Но по факту многие возят Вот такие посылки Отправляют их ИМС Ну Служба которая работает С экспресс доставкой Вот И в принципе Доставить Вот так в сравнении Одну единицу Может стоить 35 долларов Да Но доставить 10 единиц Тоже будет стоить 35 долларов И многие не понимают Как можно доставить одну единицу И на ней заработать Это же дорого Ну единица стоит тебе 10 долларов И доставить 35 Это же не выгодно А логика в том Чтобы не заработать С одной единицей Ну да А в том чтобы увидеть Посмотреть Пощупать завтра Там через 3 дня Через 10 дней В Украину летает самолет Например Есть компания Киеви Авиакарго Ну открыто могу говорить Хорошие ребята Возят из Пекина в Киев За сутки Ты можешь получить товар из Гуанчжоу в Киев За двое суток Угу Стоимость такой доставки Составляет 5 долларов за килограмм Экспресс доставки 5 долларов за килограмм Да Сверху тебе нужно будет Груз растаможить И получать его сразу на свое СПД Ну то есть Коммерческого назначения Растаможка может составить Ну там на разных категориях Товара еще При нашей пошлине В 5 процентов Которую придумали На ввоз Вот Да Она может сильно Повлиять на себестоимость Да Но Почему я говорил Что важно же понять Какие цены на рынке Люди готовы уже платить Люди уже привыкли К каким-то уровням Нормам цен Что вот Это кресло Ну сколько стоит Ну визуально Ну долларов 150 Да Люди привыкли К этой цене Но то что мы его можем купить За 25 долларов В Китае Мало кто понимает Но Они привыкли К такой цене Да Люди привыкли К каким-то уровням Средних цен Все знают что айфон Стоит там 1000 долларов Если ты его будешь продавать За 400 Никто тебе не поверит Имеет смысл На первой партии Экономить на доставке Или все-таки Я бы не экономил Я бы не экономил Моя задача не в том Чтобы Заработать максимум На первой поставке Небольшого количества Нельзя заработать На маленьком объеме Ну можно Ты можешь привести элитку Ты можешь привести Я же уже говорил Да Из камня Например Шахматы Из кости Да Купить их за 1000 За 2 За 3 А продать их за 10 Вещь долго настаивается И так далее Чем дороже весь стоит Тем сложнее искать клиента Чем дольше происходит Вот цикл Да Фактически Ну дешевая продать Легче Поэтому я бы взял Две партии Самого дешевого и среднего Попробовал здесь продать через Открытые источники Доступные Малобюджетные Да там доски Каталоги и так далее Я бы сделал сайт Недорогой Попробовал И запустил бы рекламу В контекстную рекламу Да Яндекс Директ Гугл Эдвардс Я бы запустил рекламу В фейсбук Таргетированную На людей Которые бы могли Быть заинтересованы В этом товаре Причем запустил В контексте Не только как шахматы Как товар Играй в шахматы А как подарок Человеку Ну Адекватному То есть Перестань дарить Коньяк Купи шахматы Ну или Купи коньяк и шахматы Вот То есть Попробовал Каким-то стебным способом Запустить продажи И получить первый результат Как ты поймешь Что тема хорошая Что можно заказывать Контейнер теперь Ну Продал за неделю 100 штук Если я продал за неделю 100 штук Особо не напрягаясь Я завтра закажу Тысячу Я не закажу Контейнер Я завтра закажу Тысячу Для того чтобы Попробовать Получится у меня Продать тысячу Теми же инструментами И сколько мне будет стоить Клиент На этом этапе Все ли я инструменты Использую Есть ли у меня Оптовое предложение С тысячи Я уже могу делать Оптовое предложение Давай подытожим Можешь назвать 5 основных факторов Успешного бизнеса с Китаем Успешный бизнес с Китаем Строится А первое Когда Ну Человек Вовлечен в тему И занимается Да он Специалист Он разбирается В матчасти Он Понимает Немножко Психологию Китайцев Он понимает Психологию Перевозчиков Он понимает Психологию Производителей И он понимает Психологию рынка На котором он работает То есть первый пункт Это человек Да Первый пункт Это человек От него все Дальше складывается Один и тот же товар Продают Люди Ну разные люди Одни продают У других не получается Почему? Ну потому что Банально Они трубку не берут Когда им звонят Мы должны следить за покупателем Вот первый совет Это думать не о товаре Который мы можем купить в Китае А думать о покупателе Который здесь есть Который готов платить Кто готов платить? Тот Кто зарабатывает деньги Какой уровень качества Он хочет получить Достойный тому Которому он привык То есть второй момент Это правильный выбор покупателя Правильный выбор покупателя И закончили Это решение Многие продают товар Кто-то продал вам это кресло Кто-то продал вот этот пуфик Кто-то продал камеру Вот И вы знали какой вам нужен пуфик Какое кресло Какая камера Но таких людей От 15 до 20 процентов Которые готовы сейчас купить И они знают Что они хотят купить И тысячи предпринимателей Делают Тысячный магазин По продаже товаров Понимаешь? И думают Почему у них не покупают? Они конкурируют С другими интернет-магазинами С другими моделями продаж Продавая то же самое Вместо того, чтобы продавать решение Какое решение? Ты хочешь купить деловой костюм Зачем? Ты хочешь выглядеть эффектно Но потратить Может быть Небольшой бюджет на это Да? Это один клиент Ты хочешь выглядеть эффектно Дорого И купить брендовые Брендовые изделия Это другой клиент Третий клиент Он говорит Ой, я не знаю Мне надо посоветовать Это третий клиент Но все пытаются продать То, что человек уже знает То, что он готов Он уже видит Я хочу этот цвет Этот размер Таких 15% Все остальные хотят Чтобы им продали решение Хорошо, спасибо тебе И вдоль Спасибо 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 Спасибо